В ожидании решения заседания ФРС рынок США вчера закрылся на максимумах по главным индексам и сегодня на открытии S&P 500 показал прибавку в 0,1%. Значения ключевой процентной ставки и данные по другим параметрам будут опубликованы ФРС завтра вечером. В то же время для инвесторов очень важна оценка регулятором перспектив в денежно-кредитной политике США. Так, например, глава ЦБ Японии уже выступил с призывом не допускать значительного роста доходностей по гособлигациям США. Промышленный индекс Dow Jones сегодня торгуется в пределах 32 900 пунктов, едва не достигнув за сегодня рекордной отметки в 33 тысячи. Но не стоит отчаиваться, так как прогнозируется дальнейший умеренный рост котировок индекса в диапазоне между отметками 32 600 и 33 200. Индекс доллара в течение дневной торговой сессии во вторник держится вблизи уровня 91.80 и до соседания ФРС в эту среду котировки американской валюты, скорее всего, останутся в коридоре между отметками 91.00 и 92.50. Канадский доллар, как мы и предполагали, встретил покупателей на отметке около 1.2450. Сегодня уже не планируется никаких серьезных движений на графиках, но трейдерам все же нужно быть внимательными, так как вероятный диапазон продаж канадца составляет от 1.2400 и 1.2500. С утра 16 марта наблюдалось продолжение корректировки цены на биткоин. За последние 24 часа главная криптовалюта подешевела почти на 8%, опускаясь до обеда вторника к уровню 54.500 долларов. Медведи вновь показывают свою силу, однако пока нет прогнозов о том, что падение цены усилится. Говорить об этом утвердительно можно будет лишь в том случае, когда будет достигнут минимум уровня прошлой коррекции – 45 тысяч долларов. А пока у биткоина есть шансы привлечь и покупателей, которые ждали хорошего дисконта, чтобы войти в рынок по привлекательной цене. Пандемия коронавируса создала огромные экономические сложности по всему миру. Понятно, что и перспективы оздоровления экономики точно также сильно зависят от ситуации вокруг коронавируса и вакцинирования. К слову, вакцина британской разработки AstraZeneca послужила причиной напряжения отношений по линии Британии и ЕС. Ситуация осложнилась отказом Франции, Италии и Германии от ее применения. В Европе наблюдается снижение новых случаев заражения коронавирусом во Франции и Италии после того, как длительно прибавлялось до 25 тысяч новых случаев заражения за сутки. Сейчас эта цифра снизилась до 15 тысяч. В целом ситуация на рынках спокойная, их рост вероятно продолжится и завтра до момента оглашения итогов заседания ФРС.